Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Саша Черно позволила себе нелестный выпад в адрес Марины Африкантовой, о чем сразу же пожалела. За любимую супругу вступился Роман Капаклы, одной фразой поставив Черно на место. Случайно выяснилось, Саша считает скучной одной из старейших участниц Дома 2. В ответ на замечание Сергея Захарьяша о том, что мечтает о такой девушке, как Марина, Черно отметила, с ней можно умереть со скуки. По крайней мере, такая участь ждет темпераментного Захарьяша. Капаклы в штыки воспринял слова коллеги по Дому 2. Молодой человек заявил, что если с Мариной можно умереть от скуки, то Иосифа Аганесяна ждет смерть от жира супруги. И услышать подобное было неприятно уже Александре. К слову извиняться Роман не стал, заверив, что ни одной собаке не позволят открывать рот в адрес своей любимой женщины. В сети появились слухи, что Ольгу Бузову заменит на посту ведущей Дома 2 из-за ее чрезмерной загруженности актриса и модель Яна Кошкина, которая активно сотрудничает с каналом ТНТ. После того, как в вечернем эфире показали потасовку Ябарова и Голд, пара распалась. И Ябаров, подогревая интерес к конфликту, на каждом шагу говорит, что у него к Насте остались только дружеские чувства. Как женщину он ее не рассматривает из-за ее грубой мужской манеры вести себя. Со стороны кажется, будто Ябаров вынуждает Голд уйти с проекта, ведь Настя оказалась виновницей всех его бед. Если послушать Илью, получается, что он бедный и несчастный, его выставили тираном ведущие. А на самом деле Шансанье и сам не знает, как контролировать взрывной характер Голд и страдает рядом с ней. В дневном эфире «Дома-2» Ябаров жаловался Алене Савкиной и Татьяне Владимировне по телефону, что он устал от Голд и ни в чем не виноват. И что же вы думаете, Татьяна Владимировна пожалела его и назвала бедным мальчиком, а то, что он сам устраивает провокации, хайпует и портит жизнь окружающим людям, мама Алены почему-то забыла. Ведущий телестройки поделился с фолловерами своим горем. Влад Кадони не часто делится какими-то событиями его жизни за периметром, но в этот раз не выдержал и рассказал о том, как непросто ему приходится в последние дни. Любимая кошка Кадони по имени Изольда заболела и вылечить ее не удалось. Смотришь на фото и слезы идут из глаз, ничего не могу с собой поделать, наверное, это годы, с возрастом становишься сентиментальным, сегодня утром ее усыпили, рак, опухоли не давали даже дышать, стремительно поработив организм моей кошки, поведал Кадони. По словам ведущего, он находится полностью во власти эмоций, поэтому не мог не высказаться, в надежде, что это немного облегчит его страдания. Но рассказал он об этом вовсе не для того, чтобы его жалели, тут же уточнил ведущий. Он понимает, что смерть вполне естественное явление. Ему поначалу не хотелось ничего писать, но потом он подумал, что кошка, которая жила у него в доме 5 лет и вызывала такие приятные эмоции, заслужила, чтобы он написал о ней хоть что-то. Влад пожаловался, что он трус, и присутствовать на процедуре эвтаназии он не смог, потому что понимал, что не вынесет. Кошка уснула, он отправился домой, и там его встретил только брат Изольды. Теперь ему нужно привыкать к тому, что так будет всегда, и его любимица больше не будет встречать его на пороге. Ведущий надеется постепенно привыкнуть к новому положению вещей. Несмотря на часто иронические выпады в адрес друг друга, Андрей Черкасов поспешил поддержать коллегу в его горе. Он отметил, что тоже недавно похоронил любимца семьи, прожившего с ними 18 лет. Марина Африкантова тоже посоветовала не переживать, пообещала поддержку и напомнила, что на небесах все встретятся с теми, кого любили. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. В то время как сама Ольга Рапунцель искренне рассчитывает на победу в конкурсе «Человек-года», окружающие только и делают, что вставляют ей палки в колеса. Более того, многие, особенно зрители, открыто говорят о том, что за годы высиживания в стенах Дома-2 Оля и Дмитрий Дмитренко давно накопили на свое жилье, а значит, могут уступить квадратные метры другим участникам. Рапунцель возмущена подобными нападками в свой адрес. Как оказалось, Оля считает себя одной из самых достойных и при этом не скрывает, они не настолько богаты, чтобы купить жилье самостоятельно. По мнению Ольги, ни один проектный мужчина на это просто не способен. Главным аргументом Рапунцель по-прежнему являются дети, якобы именно для Василисы и ее братика или сестренки, они с супругом ввязались в ожесточенную борьбу за столичную жилплощадь. Интересная новость с сайта шлок. Определился участник Евгений Ромашов в сложном выборе между свадьбой со столь им любимой Юлией Белой и карьерой музыканта. В дневном эфире подчеркивает Женя, что музыку он не применяет ни на одну женщину в мире. Тем более, что обычно тему любой пары обсуждают как минимум три дня. Может, просто надоело Ромашову каждый день твердить, о само собой разумеющихся вещах. Или Юлия Белая, которая с каждым днем становится все самоувереннее, за что благодарит в социальных сетях ведущую Ольгу Орлову, сможет признаться, что кроме Жени Ромашовой никому на проекте для молодежи она уже не нужна. Ведь и до того, как с нею связался, вниманием девушек он никогда не был обделен. И к свободному Ромашову явно будут приходы, чего не скажешь о Юле Белой. Появятся фанатки музыканта Ромашова в периметре или будут продолжать строить любовь с Белой, не в ущерб своей музыкальной карьере, скоро узнаем. Вскоре после того, как зрительское голосование объявили открытым, Иосиф Аганесян просил поклонников поддержать его супругу. Молодой человек жаловался, что его не включили в списки. Видимо, он наконец-то разобрался, как построено нынешнее голосование. Нашел себя и успокоился. Сейчас он агитирует фолловеров отдавать свои голоса ему. Так что теперь семейство точно останется без квартиры. Сам Иосиф ничего зазорного не видит в том, что даже будучи семьей и ожидая ребенка, они не ставят общую цель победить, а каждый раздельно старается получить свои голоса. Еще одна идеальная и любящая семья, такая же, как Рапунцеле, много рассказывающая о переменах и личном счастье, и на самом деле понятия не имеющие, что же это такое. Зрители при этом обратили внимание, что Леша Безус призывает своих подписчиков голосовать за Милену Безбородову, хотя они еще не находятся в официальном статусе семьи и не ждут ребенка. Тем не менее, мужчина уверяет, что девушка заслужила квартиру, так как ей пришлось столкнуться с большим количеством проблем в столь юном возрасте. Позор, Йоси, как так можно? Уже призывал голосовать за жену, так и оставался бы при этой позиции, а не вот так. Ужас, еще хуже, чем Рапунцеле. Что там Черно говорила про любящего отца Йосю, а квартирку хочет получить на себя, чтобы не делить потом? Интересно, Черно спокойно отреагировала на такие перемены? Удивляются зрители. В этом году борьба за квартиру проходит очень жестко. Участники часто подставляют друг друга, отговаривают, вспоминают прошлые ошибки. Общему веянию подалась даже Марина Африкантова, напомнившая, что Донцова менялась из-за Купина, а она сама всегда была идеальной и меняться ей не пришлось. Так что крепкая женская дружба дала первую трещину. Из недавней поездки во Владивосток Ольга Рапунцель вернулась с шикарными бровями. Впрочем, шикарными они оказались только если смотреть на них издалека. На деле же над подобным убожеством можно только посмеяться. Глумление над широкобровой Рапунцель не утихает по сей день. На эту тему пользователи социальных сетей придумывают различные мемы или подыскивают уничижительные картинки из сети. На чувство самой без пяти минут дважды мамочки всем наплевать. Накануне Ольге вновь досталось за неумело накрашенные брови. Ольгу сравнили с девушкой фото, чьи брови просто выкрашены чем-то вроде черного маркера. Занимают почти весь лоб. Еще немного и сама Ольга в своих художествах достигнет точно таких же размеров. Как и предсказывали зрители Дома-2, за периметром Настя Болинская и Алексей Кудряшов почти сразу расстались. Причем вновь не обошлось без скандала. И теперь бывшие возлюбленные активно поливают друг друга грязью, рассказывая самые мерзкие подробности своих отношений. Так, к примеру, Кудряшов уже объяснил, что так привязывало его к Болинской. На самом деле, как оказалось, все это время Настя поила бойфренда своими месячными и делала это лишь с одной целью, чтобы его приворожить. К слову, именно из-за подобных уловок девушке жизнь Леши после расставания и пошла под откос. Болинская парировала бывшему, попытавшемуся очернить ее в глазах окружающих. Настя записала ролик, откровенно высказавшись об оральном волшебстве с некогда любимым мужчиной. По словам Насти, пока Леша пил кровь, она глотала его белок и теперь не испытывает никаких жизненных трудностей. Слова Насти шокировали даже привыкших ко всему фолловеров. Причем многих из них подобная прямолинейность девушке, мягко говоря, разочаровала. От Кудряшова, по всей видимости, давно не ждут ничего умного. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!